Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 357. Вместо звездочек поставьте цифры так, чтобы действие было выполнено правильно. Мы скопировали данные примеры и увеличили их, и звездочки убрали, чтобы было куда вписывать цифры. Первое. В первом действии у нас сложение двух пятизначных чисел. В результате получается шестизначное число. Оно у нас известно, а неизвестны только некоторые цифры слагаемых. Тогда рассмотрим сложение и начнем его рассматривать с разряда единиц. С каким числом нужно сложить восьмерку, чтобы в сумме получилось, чтобы нужно было записать ноль в сумме, как здесь сделано уже, с двойкой? Два плюс восемь – это десять. Значит, ноль мы при сложении записываем, но одну единицу мы должны перенести в разряд десятков. Вот она, эта единичка. Теперь смотрим разряд десятков. С каким числом нужно сложить тройку, чтобы еще добавить единицу и получить в результате десять тоже, чтобы ноль записать. С шестеркой. Шесть плюс три – девять, плюс один – десять. Значит, при сложении мы записываем ноль, а одну единицу переносим в разряд сотен. Рассматриваем разряд сотен. Если мы семерку сложим с двойкой и еще добавим единичку, которую мы перенесли из ряда десятков, то как раз получится десять. Тогда при сложении записывается ноль, но одна единица переносится в старший разряд. Теперь смотрим четверку мы с какой цифрой? С пятеркой складываем. Получается десять плюс единичку, которую мы перенесли из младшего разряда. Получается десять нолек записывается при сложении и одну единичку переносим в старший разряд. Разряд десятков тысяч. Смотрим двойку, с чем нужно сложить, чтобы получился ноль. С семеркой. Два и семь – девять плюс единица – десять. Тогда получается в сумме ноль и единичка. То есть все верно. Вот таким образом мы заполнили недостающие цифры в этой операции сложения. Переходим ко второму примеру. Во втором примере у нас вычитание. Из шестизначного числа вычитается пятизначное число. Получается пятизначное число. Давайте посмотрим, какие могли бы быть здесь цифры. Начинаем, конечно, с разряда единиц. Из нуля, ну, точнее, сразу ясно, что для такого вычитания нужно занять единичку у старшего разряда. Тогда из десяти нужно вычесть какое-то число, чтобы получилось пять. Ну, ясно, что нужно вычесть пять. Теперь смотрим разряд десятков. Из какого-то числа нужно вычесть семерку, чтобы получилась пятерка? Из какого числа? Из двенадцати. Из двенадцати мы можем вычесть семерку, получим пятерку. Но нам нужно еще и учесть единичку, которую мы уже заняли в разряде единиц. Поэтому вместо двойки мы здесь пишем тройку, но единичку мы уже позаимствовали у старшего разряда. Теперь смотрим разряд сотен. Из какого-то числа нужно вычесть шесть, чтобы получилось пять? Из одиннадцати. Но плюс единичка – это двенадцать. Значит, мы двойку пишем здесь, а единичку мы заимствуем у старшего разряда. Теперь смотрим разряд тысяч. Из какого числа нужно вычесть пять, чтобы получилось пять? Из десяти. И плюс единичка – одиннадцать. Один пишем, один занимаем у старшего разряда. Дальше смотрим разряд десятков тысяч. Из девяти нужно вычесть четыре. Давайте пока запишем. Из девяти нужно вычесть четыре, чтобы получилось пять. Но у нас еще одна единичка есть, которую мы должны добавить к этому числу. Поэтому здесь девять не подходит, а здесь нужно написать ноль. Ноль. Единичку мы переносим в старший разряд, а она у нас как раз уже и есть. Ну и вот таким образом мы заполнили все звездочки. Во втором примере задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.